Народ, сегодня предлагаю отдохнуть от переводов западных СМИ, потому что, как вы понимаете, западные СМИ можно переводить до бесконечности. Байден, Шольц, Макрон, Зеленский там везде бегает по всем этим встречам. Дайте, дайте, дайте. Репортажи с полей. Это можно делать каждый день. Поэтому вернемся к ним, ну, завтра, послезавтра. Сегодня у меня был очень интересный разговор с украинцем. Какое-то время назад, после начала СВО, он уехал из родного Харькова в Европу. У него был сложный маршрут, он расскажет, потому что, прежде чем поехать в Европу, он какое-то время жил на Западной Украине. Так вот, он в Европе. В последнее время у меня было несколько разговоров с украинцами, которые из Европы переезжали в Россию, например. Шереметьево, помните, все эти, ну, где-то непростые были истории, кого-то не пускали, а кого-то пустили. Какое-то время назад, пару дней назад, я выкладывал видео про украинскую семью из Одессы. Они приехали в Ростовскую область, и все у них хорошо. Купили новую машину, купили новую квартиру в ипотеку, нашли хорошую работу и муж, и жена, и вот они живут в Ростовской области, и все у них хорошо. Отдыхают в Геленджике одесситы, радуются. Конечно, не у всех такие истории, кто-то устраивается совсем по-другому. Может быть, у кого-то не так все хорошо, но в любом случае, с теми украинцами, с которыми я общался, они все так или иначе хотели уехать из Европы. В основном, да, в Россию. Ну, вот такие у меня были собеседники. И вот мне пишет украинец, говорит, я хочу рассказать свою историю, я уехал из Украины и в Европе сейчас нахожусь. И забегая вперед, скажу, что он уклонист. Когда он жил на Западной Украине, ТЦК уже активно начинали там призывать молодых и не только молодых украинцев на фронт. И он, имея свое отношение и свой взгляд на все на это, решил свалить. Пересек вот эту ТИСу и убежал нелегально в Европу. Короче, он в этой истории рассказывает, как он сейчас живет в Европе, какие у него планы, собирается ли он переезжать из Европы, либо не собирается, как он относится к режиму Зеленского, как он относится, в принципе, ко всей этой военной операции и то, что происходит сейчас. Мне особенно стало интересно послушать его, когда он рассказывал про отношения между украинцами и украинцами. Все они находятся в Европе, уехали от боевых действий, он сам украинец. И как он взаимодействует с украинцами, когда, например, он ходит на какие-то там встречи, культурные мероприятия, и там украинцы. Он русскоязычный украинец из Харькова, там самые разные люди, и вот какие у них там терки между собой происходят. В общем, история достаточно интересная. Видите, какие у всех разные пути. Уезжают, потому что, ну, непросто, потому что идут боевые действия, а дальше жизнь у каждого идет по-своему. Кто-то в Америку едет, кто-то возвращается обратно на Украину, кто-то, очень многие, стараются уехать в Россию, а кто-то остается жить в Европе. И у всех свое мнение на то, какой выбор они сделали. Вы уехали из Украины в Европу? Да, все верно. Я уехал из Украины в марте 2023 года. Планировал, на самом деле, это еще где-то с мая 2022, потому что уже мне стало понятно, что происходит. Я в своем городе в Украине уже видел на тот момент, как ходят по заведениям люди в определенной форме. Уже по утрам в метро стояли, раздавали мужчинам повестки, то есть на самых главных станциях метро стояли возле турникетов и раздавали повестки. Это уже было в мае 2022 года. И тогда мне стало понятно, что рано или поздно до меня очередь дойдет. Добровольцы, они в первые месяцы закончились. Если уже прибегают к таким способам набора людей, то рано или поздно меня в топку в эту кинут. Изначально я рассматривал варианты легальные. То есть это были поступления в ВУЗ, тогда еще это было возможно, как студенту выехать. Я честно поступил в ВУЗ в один из европейских, сдал экзамен на английском языке. Но пока мне сделали документы, потом пока я их подтверждал в военкомате, к тому моменту уже вышла постанова Кабинета министров Украины о том, что все, уже мужчин не пропускают на границе, которые студенты. И также я сидел в различных чатах, сообществах, где люди, которые пересекали границу как студенты, уже писали, что уже нет, уже не выпускают. В дальнейшем начал рассматривать другие возможности для покидания страны. Одним из них это был как волонтер, но там тоже прикрутили гаечки. То есть определенно у нас как бы в Украине много волонтерских организаций. И в тот момент начали уже проверять организации, то есть что, к примеру, есть одна организация какая-нибудь. И она, допустим, много как бы на кого получила разрешение из своих участников на выезд, но по факту она ничего как бы там или гуманитарки, или там чего-то военного она не привозила. По факту это как такая липовая контора, которая занималась просто легализацией выезда мужчин за границу. Ну и в итоге у меня этот способ не вышел. Следующий был, это уже через знакомых, это нелегальное пересечение границы. Было как бы все очень так хорошо организовано. Мы изначально как бы все приехали в один из, в кавычках, закрытых отелей при граничной зоне Украины. Там жили некоторое время, ждали, когда будет момент, когда можно будет уже сделать окончательный рывок. Ну также для того, чтобы добраться в этот отель, пришлось для того, чтобы не попасться на блокпосты, переплывать в Тису. То есть в Украине Тиса, она не только по границе идет, она еще идет как бы и внутри страны. Не только через нее как бы переходят, чтобы попасть в другую страну, ее еще переплывают, переходят для того, чтобы попасть в граничную зону. Потому что на дорогах там блокпосты стоят. Ну и в один из дней мы приехали наши организаторы, загрузили нас в буханку, человек 12 было. Довезли до определенного места, то есть на границе, где лежал определенный проводок, который реагирует на движение. Нам показали, мы переступили, дошли до дороги и там уже все было как бы тоже схвачено. И в дальнейшем кто куда разъехался. Вот в принципе так попал в Европу. Мы можем говорить, из какого вы города на Украине? Я изначально из Харькова, но во время войны я переехал во Львов, потому что мне нужен был стабильный интернет, нормальные условия, потому что я работаю удаленно, и мне нужно было переехать в более безопасное место. Чтобы лучше понимать вашу историю, вы из Харькова переехали во Львов когда? Переехал, ну где-то месяц. Мы там сидели в подвалах, в одном из многоквартирных домов. Я в это время там не работал, ничего, то есть мы там ходили, искали еду, стояли в очередях за хлебом, потому что с этим были проблемы большие. Как бы в нашем, так сказать, убежище было там много женщин с детьми, то есть мы это делали. Но потом в течение этого месяца люди начали разъезжаться постепенно. Мне тоже работу не хотелось терять, тем более я отслеживаю то, что на рынке труда происходит, и понимал, что в этой ситуации сейчас, если я работу потеряю, то я вряд ли быстро найду что-то иное. Поэтому через месяц примерно я покинул Харьков, через месяц после начала всех этих событий. Ну то есть весной 2022 года. А уехали вы, получается, в Европу еще через несколько месяцев? Не-не-не, уехал в Европу я уже в марте 2023 года. То есть я рассматривал вариант, подготавливал, но два варианта первых для выезда, это студенчество и волонтерство, они как бы накрылись, но вот вышло только таким нелегальным пересечением границы уже. Вы уехали из Харькова во Львов, и получается вы во Львове пробыли где-то год, а потом в Европу? Все верно, так где-то во Львове примерно, ну меньше даже года пробыл, да, а потом уже получилось покинуть Украину. Я был в Харькове два раза, Старгород помню, мне написали вчера, что Старгород, к сожалению, закрывается, это огромная печаль, потому что я думал после конфликта приехать и посидеть там, ну ладно, это пропустим. Львов я был один раз, три дня, центр помню прекрасно, очень хорошо, это был 19-й год, в этом ресторане я был, где пароль просят, да, я им сказал пароль, чахлок невмерущий, меня все равно впустили. То есть я все это помню. Технический вопрос, вы платили за пересечение границы? Да. Много? Больше пяти тысяч. Дороговато. Про Львов, перед тем, как мы перейдем к Европе, что-то можно интересного рассказать про вашу жизнь во Львове за год, учитывая, что шло СВО активно? Квартиру однокомнатную, очень маленькую, снимал за 700 евро, просили в валюте именно. Первое посещение заведения во Львове, когда я туда приехал, я по привычке сделал заказ на русском, мне ответили, что принимают заказы только на украинском и английском. Хотя все прекрасно все понимают, но вот так. Получается, квартплаты подняли для переезжих с Харькова, оттуда, с тех регионов, и это не слухи, реально на этом наживались люди во Львове? Да, это не слухи, ну, как бы рыночная экономика, какой патриотизм, какие там могут быть чувства сострадания, чувства понимания. Есть рынок, есть спрос, есть предложения, но в зависимости от спроса, от того количества беженцев, которые поехали на запад Украины, в зависимости от этого, цена такая. Все эти чувства красивые, они только на картинку в телевизоре, то есть в реальности люди себя ведут так, как и вели, то есть ничего не поменялось. Я общался с двумя украинцами, с западной Украины, они высказывали свое отношение по поводу переезжих, вот как раз Харьков, те все регионы. Они достаточно такое положительное, насколько я помню, высказывали отношение. Вы, как представитель этой группы людей, которые переехали, что вы можете сказать по поводу отношения к вам со стороны жителей Львова, вот коренных таких западенцев, да, как это можно сказать? Если, условно, врачу, частную клинику, то там как бы неважно было, на каком языке ты говоришь, ты платишь деньги, немалые деньги, и там готовы терпеть твой русский язык. Ну вот, в примере там с тем же заведением, ну, условно, висят такие листовки или там таблички, что типа у нас только украинский, на украинском языке, то есть в таком плане. Ну, то есть понятно, на кого это рассчитано. Это рассчитано не на коренных Львов, а на тех, кто может начать говорить на другом языке. Ну, если говорить в принципе, ну, количество таких как бы патриотически настроенных людей, оно одинаковое и во Львове, и Харькове. Как бы и Львов, и Харьков — это регионы одной и той же страны, у которой одна и та же экономическая ситуация, и где люди, обнищавшие люди, у которых нет абсолютно никакой надежды, они в итоге находят себе как бы очень легкое объяснение, даже те же все правые движения в Украине, там Азов, правый сектор, это все не со Львова, это все с наших регионов, как бы восточных, потому что как бы люди, они не имеют возможности устроиться ни на какую работу. Единственное, кто им что-то предлагает, это и объясняет, легко все объясняет, легко показывает, где враг, то есть из-за кого у них все плохо. Это вот такие вот организации, и в итоге им промывают мозги, как бы и одинаково промывают, что на западе Украины, что на востоке. То есть тут как раз страна действительно единая. Всех львовян я бы не стал бы обобщать, потому что, ну, во-первых, я не особо искал там коммуникации друзей на западе Украины. Мне как бы после первого впечатления, у меня как бы уже был такой, как бы блок стоял, что, ну, лучше лишний раз как бы там не заводить ни контактов, ничего, то есть только по необходимости. Но как бы в сети, в Телеграме, в том же группах и так далее, ну, там есть достаточно много как бы понимающихся ситуацию людей. Я лично в жизни просто, у меня был первый такой опыт, и из-за этого я как бы дальше не пытался коммуницировать, поэтому, ну, обобщать, опять же, я не стал бы говорить, что там вот все они какие-то такие, они все такие, всякие. То есть в любом как бы сообществе есть там свои ненормальные. Я тоже не люблю обобщать. Везде есть хорошие люди, везде есть плохие люди. Значит, вы год жили во Львове почти, а вы работаете онлайн. То есть, ну, где-то жили, снимали эту квартиру за 700 долларов и спокойно там ходили куда-то, да? Да, ну, спокойно ходил, ну, то есть не выходить из дома нельзя было. Если бояться, как бы, этих ТЦКшников, то они к тебе точно подойдут, если они увидят тебя, что ты от них там убегаешь, прячешься. И у меня было так, что если я вижу кого-то там из них, то я просто более уверенно начинаю идти, беру сигареты, закуриваю, я не боюсь, мне нечего бояться. Ну, оно прокатывало на тот момент. Ну, сейчас, как мы видим уже, ну, все уже видели эти видео и так далее, ну, сейчас уже это не работает. А что побудило, и когда это начало происходить у вас в голове, что побудило вас подумать о том, что надо ввалить уже из Львова в Европу? Побудило, начал видеть мобилизацию, что, как бы, еще не ловили так, как сейчас, но уже, как бы, принудительно людей собирают и, скорее всего, не скорее всего, а точно, и потом отправляют, понятно, куда. Я этого, как бы, для себя не хотел, потому что, ну, у меня личное убеждение, что если тебе режим не нравится, то, как бы, ты не можешь боевать за этот режим и мечтать о том, что сейчас повоюем, а потом, как бы, уже разберемся. Не разберемся. Если ты воюешь, то ты, ты этим самым, ты усиляешь этот режим, ты его поддерживаешь. Почему, как бы, защищая то, что есть, у вас появится больше шансов на что-то иное? Я этого решительно не понимаю, и я не собирался и это защищать. Как и другую сторону. Для меня обе стороны в этом конфликте равнозначны. Я считаю, что обе стороны обычному рабочему, трудовому человеку не несут ничего. И, ну, я, как бы, у меня нет такого, как у многих, что, ну, надо же кого-то поддержать, но вот надо, нет, не надо поддержать. Если тебе никто не нравится, ты можешь не выбирать. Ну, вот, я для себя принял ощущение, что не поддерживать никого. Это ваша позиция. Абсолютно нормально, что вы ее высказываете. У меня ни в коем случае нет никакой задачи никого переубеждать. Наоборот, пусть люди высказываются. Спасибо огромное. И вопрос уточняющий. Вы не поддерживаете и не поддерживали, скорее всего, вот режим Зеленского, да, вашего президента. При этом вы, ну, наверное, пацифист, да, вы не хотите стрелять. Либо вы бы пошли, если бы вы поддерживали власть. Пацифизм – это слишком, как бы, слабая позиция. У меня достаточно левые взгляды, близкие к марксистским, но я с этой точки зрения, как бы, не поддерживаю ни одной из сторон, потому что и там, и там, как бы, эксплуатация, там, и там все принадлежит не людям, которых призывают идти и защищать садок вышневой колыхаты, либо, как со стороны России, абстрактную тоже родину. Родина, она не абстрактная, родина, она измеряется в том, что ты имеешь, и в том, если что, тебе защищать. Ну, я вижу, что и там, и там все, как бы, национальные богатства, они принадлежат необычному, там, человеку, который, там, ходит на завод, работает охранником, работает продавцом от того, что больше негде работать. Пусть защищают те, кто этим владеет. Понятное дело, они не будут этого делать, они будут посылать других. Ну, то есть вы не хотите защищать режим и власть, потому что вы не согласны с ситуацией в обществе, и вы говорите про то, что власть забрала все себе, а народ, ну, там, где-то сбоку припеку, вас это не устраивает. Ну, и поэтому вы не видите смысла рисковать своей жизнью ради такого режима. Да, я не вижу смысла рисковать своей жизнью ради режима и ради собственности тех, кому она принадлежит. Когда заключают заявление идти защищать свой дом, но если у меня есть свой дом, и он у меня в собственности, то раз это моя собственность, может быть, я могу сам решить, что я не буду ее защищать, иначе почему меня призывают защищать мою собственность? Ну, видимо, дело не в этом, а призывают защищать что-то иное. Ну, в принципе, да, вы правы, я и режим не собираюсь защищать, и тех, как бы, чью собственность режим этот защищает. Интересная такая позиция. А как, по-вашему, какие-то богатства, там, я не знаю, нефть, либо еще что-то, а как это все может принадлежать вот обычному нам народу? А разве в США, например, человек, который ходит, работает, например, на заводе Ford, как ему принадлежит, например, доход от нефти США, либо от каких-то других активов? Абсолютно никак. И я как раз замечу, что я не говорю, что вот там, на Западе, там все правильно. Как бы ситуация примерно аналогичная, просто за счет того, что на выкачивание ресурсов из бывших колоний, там, удалось подняться, ну, там, в среднем по палате уровень жизни, ну, там, уровень потребления, он, наверное, повыше. Ну, ладно, это обмен позициями. По большому счету мы можем как угодно смотреть. Интересна ваша история. То есть вы поняли, находясь во Львове, что пахнет, как говорится, жареным, да, могут призвать. Вы не разделяете идеи этого режима и другой страны тоже, и вообще не хотите в этом во всем участвовать. Как начался ваш процесс перехода так называемого? Когда уже там все согласовали и так далее, я приехал в один из населенных пунктов на самом Западе Украины, близко к горам. Меня конкретно встретили люди, которые этим занимаются, организаторы. И в дальнейшем, там, пожив один день в отеле, не в том, про который я до этого говорил, нас, как бы, всех собрали, довезли до речки, то есть мы, ну, по два человека нас на надувной лодке переправляли на другой берег, потому что через, по дороге мы не могли бы доехать никак до местного значения, там блокпосты, ну, там примут, как бы, уже, потому что приграничную зону, как бы, по-моему, уже на тот момент тоже нельзя было там без разрешения, либо без прописки, что-то там прописано, уже нельзя было туда попадать. Либо, если у тебя нет разрешения на выезд, ты тоже не мог туда попасть, типа, зачем ты туда едешь? Вот мы пересекли эту реку и в итоге нас привезли в отель, который, по факту, он не работает, то есть формально он не работает, его закрыли, ну, потому что туда нельзя попасть, поэтому зачем ему работать? Но, видимо, собственники отеля помогали людям, попаясь на свободу, они были в связке, то есть мы там где-то неделю жили. Уже начали задавать вопросы организаторам, типа, у нас там нет денег платить, а почему вы нам говорили столько, а вышло столько, надо ждать. Но в итоге наши организаторы за нас полностью заплатили за этот отель, трехразовое питание, то есть заплатили за нас. Я знаю, что это странно звучит, потому что очень много как раз таких проводников, они как раз кидают людей, но вот мне повезло, остальным людям, кто был, тоже. Но в итоге мы там неделю прожили, видим, приехали машины, которые там за нами, нас отвезли на определенную точку, там мы погрузились в буханку, в кузов, поехали там немножко на гору и на горе мы вышли, то есть возле как раз провода, который реагирует на движение, нам показали его, мы его все дружно переступили, осторожно. Дали как бы точку на карте до дороги, как идти, мы туда уже там спускались, дошли. Ну там уже было тоже все схвачено, там уже история понятна, все уже в дальнейшем разъехались куда нужно, вот и все. Интересно, а нашли вы этих организаторов также через телеграм, через знакомых, как вот мои собеседники мне говорили? Не через телеграм, через знакомых, которые смогли тоже покинуть Украину. И получается, с весны 23-го года вы живете в Европе? Да, все верно. Страну мы можем говорить, где вы? Да, я живу во Франции. В Франции. Был я во Франции несколько раз, пешком прошел Париж от одной станции метро до другой, заняло это у меня 4 часа, как сейчас помню, 45 минут, я шел быстро. Смотрите, я общался с несколькими украинцами, которые рассказывали, как они из Европы переехали в Россию, кто-то там не переехал, и в принципе за последнее время, наверное, все мои разговоры, они были с такой тенью негатива немножко по отношению к Европе, по поводу зарплат, по поводу устройства, что будущего нет, и люди вот это все рассказывали. Также есть общее такое мнение, что вот украинцы в Европе, там второй сорт, рабочая сила. Несколько вопросов мне интересно узнать у вас. Планируете ли вы уезжать из Европы куда-то, и у вас такая временная ситуация? Либо вы нормально устроились, вам все хорошо? Что вы, как украинец, чувствуете там, как себя ощущаете? Как ваша жизнь в Европе, именно как уклониста, который уехал, убежал в Европу, украинца? Ну, изначально, с конца начну, как уклониста, то есть для них это не имеет никакого значения. То есть я, когда пришел на временную защиту подаваться, я сразу вывалил всю историю, им абсолютно все равно на это, потому что депортировать нормальные страны, а не Польша, они тебя не могут, потому что нельзя депортировать в страну, где идет война, где твоя жизнь, опасность и так далее. Планирую ли я покидать Европу? Европу, наверное, нет, но в пределах Европы, наверное, да. То есть сменить страну, потому что, ну, как бы Франция все-таки это достаточно дорогая страна, и достаточно, как бы, тут образ жизни мне не подходит, что как бы все всем закрывается в 7 вечера. Когда я там, условно, заканчиваю работать, ну, можно только идти куда-то вино пить, то есть, ну, я не любитель выпивать идти. Насчет украинцев, насчет второго сорта, ну, да, здесь большинство украинцев, они работают на таких работах, которые не работают французы, они получают меньше, чем французы, но не только французы, там и немцы, то есть это Германия. Ну, самая главная проблема — это диаспоры. Ну, у меня там есть определенное хобби, музыка, допустим, и я хотел как бы там влиться в комьюнити на одном мероприятии, там, поучаствовать, все такое. Ну, из-за того, что музыка связана с русским языком, меня мои же и не приняли. Самое, что в Европе больше не устраивает, это вот именно множество наших людей, у которых как бы изменение сознания происходит из-за того, что они информационно, они все живут в Украине, но реально, материально они находятся здесь, и в итоге у них неосознанно складывается впечатление, что вот это и есть Украина. Они понимают, если их спросить, что они не в Украине живут, но у них информационно все за своей улицей, в своем городе следят, все знают, что там происходит, там, где прилетело или где осколок, но они находятся здесь в более как бы лучших безопасных условиях, и у них в итоге складывается такая картинка, что вот там вот тут все так же хорошо, и в итоге они поддерживают из-за этого всю повестку, которая транслируется там нашим офисом президента, различными блогерами, которые на зарплате. Они вот это мейнстримно переходят на украинский язык, я ничего против не имею, но как бы ты вчера еще на русском говорил, что ты вчера не перешел. И вот, наверное, самая большая сложность здесь это вот наше. В плане там миграции, там ассимиляции в другой общества, ну, мне кажется, это и до войны было все то же самое, да, как бы ты приезжаешь, у тебя меньше здесь прав, ты меньше на что можешь претендовать. Если говорить про Францию, то английский язык твой здесь никому не нужен, то есть потому что у французов с англичанами еще давно как бы очень в кавычках хорошие отношения, и они даже если его знают, они с тобой не перейдут. Если, например, в Германии, к примеру, ну, так сказать, в информационной сфере можно найти там вакансии на английском языке во Франции, не-не-не-не-не-не, тут только на их языке. У меня насчет Европы, то есть, ну, насчет Европы прям негатива нет, есть там как бы такое плохое отношение насчет того, что, ну, как бы здесь вот плохо, это все говорят, сервисы развиты, как там в Москве тоже или в Киеве, то есть, ну, тебе за пять минут доставку не организуют, и она не будет ультрадешевой. В Украине там в кофейне до десяти вечера работали, то есть я мог там выйти там после работы, попить кофе, просто пройтись. Тут только вино идти пить, либо есть ресторанные блюда, как бы, ну, мне как бы французская кухня не очень нравится. Это скорее там вот образ жизни, ну, Франция, то есть Европа, она очень хороша, то есть если ты здесь родился. Когда ты с самого детства вот впитал этот образ жизни, ты просто другого не знаешь, но для тебя это как бы, ну, это норма. Ну, так и должно быть, как бы, ты наоборот приедешь в Украину, подумаешь, типа, ой, что здесь так, куча ночных магазинов, ты там три часа ночи можешь пойти там продукты на неделю купить, мы вот привыкли так. То есть, ну, прям негатива нет, есть просто то, что, как бы, мне не все здесь подходит. Негатива при варе не может быть, потому что, ну, тут нет войны. И я, например, там, и процента, наверное, не переживаю того, что там переживают в Украине, там, когда свет выключают, либо ты там не знаешь, куда сегодня прилетит. Она прилетит там, условно, не по людям, либо по тебе прилетит. То есть ты этого не можешь знать. Это, как бы, даже не зависит там от твоей политической позиции, но ты просто не знаешь, куда она прилетит. А здесь ты этого не ощущаешь, поэтому сравнивать, как бы, вообще нельзя. Я понимаю. И получается, вы материально более-менее устроились, у вас работа и не на заводе. То есть, ну, более-менее нормальная, получается, работа у вас? Да, у меня более-менее нормальная, не местная работа. Я и до этого работал не на украинских компаний, и сейчас на них не работаю, но и не на французские. По сравнению с другими беженцами, да, у меня все лучше, потому что остальные, как бы, они сидят там на пособиях, на выплатах и так далее. Они ходят за продуктами, там, ну, есть определенные центры, где всем, там, беженцам, мигрантам им развивают продукты. То есть, они туда ходят. То есть, я никакой социалки вообще не получаю, ничего. Мне только, там, стандартно, как всем дали государственную страховку, но, то есть, я не просил, ее просто всем дают. Это абсолютно нормально. То есть, вы, по сути, просто переехали из Львова во Францию. У вас онлайн, судя по всему, какая-то такая работа, хорошо оплачиваемая, и вы себя нормально чувствуете. А в плане культуры, идеологии, потому что, может быть, еще вы помоложе, вы нормально адаптировались. Я не знаю, говорить ли вы по-французски. В магазине, там, условно, могу поговорить. На таком уровне, да, но именно, чтобы диалог с кем-то поддерживать, нет. Насчет культуры, то есть, мне больше нравится здесь, наверное, политическая культура, вот в плане того, что, там, тут есть профсоюзы, допустим, вот в этом плане, что, вот, в Украине это, ну, в Украине, как бы, родовая травма того, что нас был Советский Союз, и людям, там, с 90-х годов привели, что это все, вот, профсоюзы, это все, это вы хотите, как в СССР, но, как бы, они не только в СССР были. Здесь тоже, там, профсоюзы, условно, они поднимают, там, уменьшают зарплату на каком-то заводе, они, там, они просто останавливают работу предприятия. Вот, это не бессмысленный митинг, как, условно, там, просто выйти на площадь, просто с какими-то пространными лозунгами. Понятное дело, почему отсылку делают Майдану. Когда, в итоге, у людей не было никакой, во-первых, низовой организации, они стихийно вышли на улицы, у них была просто, мы, вот, против правительства и хотим Европу. Что такое Европа? Ну, мы все знаем, что в странах СССР большинство людей ни разу там и не были. То есть, Европа, это, очевидно, то, что, как бы, вкладывают в голову. Это не значит, что Европа, это плохо. Просто люди не знают, что это, и понравится ли им это. А, глядываясь на то, что у людей не было ни организации, ни какой-то идеологии, четкой какой-то программы. И, в итоге, как бы, весь протест перехватили тому, условно, ультраправые, у которых была идеология, у которых была четкая программа. Она, может быть, плохая людоедская, это никто не спорит, но она у них была, и они знали, что делать. И перехватили те, кому нужно было перераспределить собственность в итоге. В итоге, как после 2014-го, собственность перераспределили. Те инвестиции, которые там, та же Россия вкладывала, Украина, их, как бы, все эти активы поотбирали, часть поотбирали. Вот, как бы, итоги того, что люди не организовывались, не объединялись, что все заклеймили, все в Советском было. То есть, в Советском Союзе все знают, что было плохо у нас. Значит, ничего нельзя оттуда брать. Ну, ладно. Насчет культуры как-то, как у французов, то я не заметил прямо у них какого-то такого отличия культуры. Прямо, ну, отличие есть в том, что им всем норм жить вот по такому там графику, режиму. Это есть. Тут вопрос, что было первично. Либо у них первично были такие потребности к такому графику жить, либо сначала график такой сложился, и они к этому привыкли. Вот так, если в общем сказать. Это интересно. Каждый воспринимает разные европейские страны по-своему. Мне, конечно, умиляет и улыбает, когда люди мне начинают объяснять что-то про Запад, потому что я на этом Западе был, не знаю, сколько раз, у меня лежало реальное предложение переезда в Копенгаген по работе. Причем с хорошей зарплатой. Я отказался. Отказался по своим причинам? Ну, в свое время. Поэтому я Европу знаю достаточно хорошо, этот менталитет. У меня есть мое восприятие, поэтому мне интересно спрашивать, особенно Львов, он же тоже, многие говорят, это европейский город, и мы, получается, пожили там год, и тут Франция, профсоюзы, хорошо. Что еще, например, вам нравится в европейском образе жизни, по крайней мере, там, где вы живете? Мне нравится то, что здесь ты точно 8 часов отработал, и тебя уже больше ничего не заботит. Вот в этом мне в плане нравится. Потому что в наших странах все-таки, опять же, не могу общать, но, как мне показалось, трудовой законодательство, это по сути фикция. Если надо, если тебе скажут, ты будешь перерабатывать, потому что ты можешь потерять работу, и завтра уже нечем будет ни себя кормить, ни семью. Здесь за это засудить, как бы, можно, то есть работодатели, вот в этом плане. Понятное дело, что это все здесь не идеально, но здесь люди более расслабленные, ну, им больше пофиг на все, вот в этом плане. Они, в кавычках, по кайфу живут. У нас постоянно как-то бегут, успеть то успеть. Ну, еще, как бы, хорошее, что мне нравится у них из традиции, не знаю, традиция ли это, но то, что... Это очень такая маленькая деталь, но, например, в Европе люди на неделю закупаются продуктами. У нас принято, там, каждый день вечером в магазин зайти, то есть купить по мелочи, но если говорить про экономию времени, то выгоднее, конечно, один раз, там, на неделю, либо на больший срок закупиться, чем каждый день, там, тратить, ходить по очередям, то есть в этом плане. Я когда был в Голландии, а в Голландии я был много раз, не знаю, раз 9-10, и жил там, может быть, неделю-две, не как турист. И я обратил внимание, особенно в воскресенье, это была огромная проблема вообще купить продукты, потому что там на весь этот округ, город такой есть, там, Хельверсум, он находится в 30 километрах от Амстердама, там все магазины были закрыты, один открылся на 3 часа. Какая-то нереальная проблема, и мне объясняли, типа, а что, ты не закупился, там, в пятницу, либо когда-то? Я такой, ну, а зачем? А люди говорят, ну, вот успей, там, на 3 часа он открылся. То есть это интересные вот эти вот фишки бытовые, но кому-то это нравится, мне это очень не нравится, я избалован здесь очень сильно. Я в Краснодаре, и это никакая не Москва, но если, например, я там в час ночи не могу найти, где кофе, мне взять нормальный американо, да, для меня это огромная проблема. И хорошо, профсоюзы, защищенность, а плюсы, вот именно иммигрант, причем такого свежего, кроме профсоюзов, кроме релакса какого-то, вот что еще хорошего? Плюсы, ну, например, многие там, ну, немногие, но есть беженцы там с Украины, которые, они приезжают здесь, и поступают в ВУЗ, и, ну, после ВУЗа уже очень охотно, как бы, тебя берут на работу. Ну, это вот отличие там с Украиной, что твой ВУЗ вообще, ты там инженер, ну, пойдешь, значит, работником зала в этот супермаркет. Ну, то есть, если ты отучился, у тебя есть высшее образование, ну, по сути, у тебя, ты не будешь шиковать здесь, потому что если ты будешь слишком шиковать, заинтересуются, а почему ты шикуешь, но ты, как многие у нас в Украине там бабушки сидят за метро, ты не будешь просить тебе милостыню, либо, ну, ты не будешь там днем работать на одной работе, пару часов поспал, и идти там в ночь на другую, то есть такого не будет. Это, наверное, плюс. Главное подметить, что для людей, которые в Украине, условно, работали на 8 тысяч гривен, это 200 долларов, для них здесь очень хорошо, потому что на минималку здесь они действительно могут нормальные продукты покупать, покупать в нормальном количестве. При маленькой зарплате, например, во Франции, им даже будут компенсировать часть аренды жилья. Ну, большинству людей действительно будет это лучше, потому что, ну, за меньшее, как бы, усилие, в более нормальных условиях, ты сможешь не богато жить, но ты больше себе позволишь, чем в Украине. Людей, которые работают онлайн, ну, их в Украине до начала войны это до 500 тысяч было. Показывать их как пример нельзя. У кого-то способности, кому-то повезло, но это неважно, но большинство так не жило. Большинство жило в нищете и считало деньги до зарплаты, залезало в микрокредитные вот эти организации, где там каждый день процентик капает. Жизнь — это не те единицы, у которых все было хорошо, и они сюда приехали. То есть они вчера условно были толстыми, сегодня похудели. Нет, главное — это вот как бедняк выжить. Интересные вещи вы рассказываете. Я начинаю чуть больше понимать сейчас про вот эту сторону дела. Но про образование я хотел уточняющий вопрос задать. То есть вы говорите, что если европеец, по крайней мере, мы про Францию же говорим в первую очередь, да, сейчас, заканчивает университет, причем, скорее всего, платный, бесплатного там нет образования, насколько я знаю, или есть? Какие-то варианты есть, но я, честно говоря, я не рассматривал эту возможность, поэтому я точно не отвечу. Скорее всего, нет. В общем, он заканчивает университет, ему мама-папа оплатили, либо кредит, то, в принципе, шанс, что он прям выйдет и устроится на нормальную работу со своим дипломом, он большой очень. Он небольшой, он выше, чем в Украине. Про Россию не буду говорить, потому что, ну, вы заметите в комментариях, что я там не живу, я могу ошибаться. Но по своей сути, да, то есть в Украине у тебя шансов, ну, по сути, нет. Ну, главный шанс, какой у тебя в Украине есть, это остаться на кафедре, работать в твоем университете, на учительскую ставку. Здесь шанс, что ты после университета пойдешь по специальности своей работать, да и не только по специальности, а, в принципе, после образования, что это будет иметь значение для устройства на работу. Оно реально имеет значение. Они спрашивают при устройстве на работу, там, диплом, образование. Если у тебя это в Украине было образование, то можно как-то вот подтвердить в таком плане, апостулировать, подтвердить твои навыки. Ну, для них это важно, да. У нас все по-разному. Раньше было, конечно, когда 90-е годы, 2000-е, как и везде, был хаос. Сейчас, я думаю, ситуация улучшается, потому что больше производств и вот эти все инженерные, какие-то специалисты выпускаются, их прям с радостью. Я думаю, что над этим нужно работать. Но вот то, что вы сказали про украинцев, что большинство тех, кто переезжает туда, в Европу, в соответствии с вашими словами, они бедно жили и на Украине до войны. Ну, да, потому что в Украине большинство людей жили не на, там, условно, там, 2-3 тысячи долларов, они жили на, там, 10, там, ну, пусть 20 тысяч гривен, ну, это большинство людей так жило. 20 тысяч гривен в Украине и, там, условно, минималка во Франции, ну, там, там, 1200 евро и те, как бы, нематериальные, так, в кавычках, плюшки, которые тебе, которыми тебе помогут, ну, да, ты будешь уровень иметь в жизни лучше и чувствовать себя лучше. Ну, а тем, кто, конечно, в Украине всего достиг, там, условно, там, или очень, там, были богаты, им, естественно, ну, они не такого мнения. Для них здесь все, как бы, дороже, а если они еще официально здесь, там, бизнесы открывают, то, естественно, тут, тут, как в Украине от налогов не уйдешь, придется платить. Правда, если человек жил, как вы говорите, на такие небольшие деньги и таких людей много, и вот, ну, вынужденно уехал в Европу. Ему предлагают защиту, ему предлагают, может быть, какое-то там бесплатное общежитие, кто-то мне говорил, что даже при устройстве на работу иногда эту комнату не забирают у кого-то, и тут ему предлагают, там, как вот мне собеседник говорил, 1800 евро, например, да, в итоге он там зарабатывает, то, получается, для него, для такого украинца, это прям, это рост. А, конечно, если ты имел там жилье нормальное, у тебя зарплата была там 2000 долларов, у жены там, например, полторы, вы зарабатывали на двоих 3,5 тысячи, жили нормально, ездили, и тут вы приезжаете, то, конечно, плохо все, и хочется свалить, и люди ищут возможность куда-то уехать. Как вы говорите, таких людей вот не очень обеспеченных, их много уехало в Европу из Украины. Еще важно заметить, что тут даже до того, как ты будешь работать, если ты реально приехал ассимилироваться сюда и так далее, вот, например, в Франции, украинцам предлагается идти на языковые курсы, не по 8 часов в день, и за месяц тебе платят 800 евро, ты просто ходишь на языковые курсы, ну, тебе уже платят за это, тебе надо сдавать экзамены, понятно, тебе нельзя там условно на уровне А1 сидеть всю жизнь, ну, да, тебе это платят, плюс там 200-300 евро тебе платят социалки, ты можешь получать бесплатно продукты на неделю, медицина для тебя по страховке государственной бесплатная, а не как в Украине, нет, в Украине тоже есть бесплатная, но там, как бы, качество не очень, но здесь зубы тебе полечат, косметический там ремонт зубов тебе не сделают, там, винир или там что-то в таком плане, но если у тебя именно проблемы со здоровьем, с зубами, тебе покроют все, Украина это объективно бедная страна для большинства людей, это социальный лифт, но это шанс на не богатую, не роскошную, но на просто приближенную к человеческой жизни, так скажем, чтобы мне не сказали, что там идеализирую, но приближенную к человеческой, более чем в Украине. Проезд платный в транспорте или бесплатный? То есть, если городской имеется в виду, то как украинец ты можешь пойти в агентство транспорта и оформить определенную карту и ты будешь то есть метро, трамвай, автобус, да, ты будешь ездить бесплатно, но то, что касается там межгородских, там, скоростных поездов, электричек, это, понятное дело, не бесплатно. Пределы города, городским транспортом, да, ты можешь пользоваться бесплатно. Но также есть возможность встать в очередь на соцжилье, раньше его, конечно, активнее выдавали, но сейчас в основном выдают там в каких-то маленьких городках, там, в селах и так далее. Если человек получается с жильем, он за него там просто там платит 200-300 евро в месяц и в нем живет. Это не его собственность, в случае чего, конечно, если он там захочет покинуть Францию, то его не останется, это дадут кому-то другому, но да. Есть возможность получить соцжилье, платить там 200-300 евро, но это для Франции очень маленькие деньги для жилья. Я все это спрашиваю, потому что я пытаюсь вжиться в эту ситуацию сам. Я смотрю всякие ролики и вижу там, например, где-то там в соцсетях вот эта любовь к Европе, многих украинцев, кто-то не хочет уезжать. Я пытаюсь представить себя, да, я, например, зарабатывал там 500 долларов, да, тут случилась вот эта неприятность большая, война. Я вынужденно уехал. Мне предлагают вот эти все вещи Европа, плюс, естественно, пропаганда. Конечно, такой рядовой украинец, а зачем ему тогда? Конечно, он будет любить Европу, ему, во-первых, не нужно никогда уезжать, и я буду любить все это, получается, а зачем мне? И я буду, как я видел, некоторые украинцы в соцсетях там, они прям, ну, настолько быстро перестраивались, там, прям переставали вообще даже на украинском посты делать, они на норвежском, и они ходили на курсы, и они прям, мы Норвегия, мы Норвегия, и прям пост норвежский, я думаю, нифига себе, тема уже даже не на украинском, а они так быстро стали патриотами Норвегии, и я думаю, ну, конечно, потому что я вспоминаю себя, я неплохо зарабатывал тогда в Москве, и вообще, как менталитет у меня совершенно был другой, когда мне предложили переехать в Копенгаген, я приехал, на три раза я приезжал в Копенгаген на разведку, потому что я пытался понять, а как я буду там жить, и я настолько уже, ну, не то, что я был избалован, ну, я нормально себя чувствовал, я приезжал в Копенгаген не как с протянутой рукой, а как сравнивающий, и первое, что я понял, да он отстой по сравнению с Питером, хороший он город, он нормальный Копенгаген, но я сравнивал с Питером по масштабам, и я думал, в какую деревню я приехал вообще, плюс цены, там огромные цены, там ценник такой, что мама не горюй, и поэтому я отказался, потому что у меня не было вот этого, ой, Копенгаген, нифига себе, да все есть, в Москве все есть, в Питере все есть, в Краснодаре все есть, особенно если у тебя есть зарплата, вот и все, а сейчас я начинаю понимать, вот эти вот украинцы, вот эти вот детали, они интересные. Что ты получаешь, ты получаешь 800 за курсы, 200 там условно, помощь, это выплата, получаешь продукты, и возможность получить там сот жилье, ну и страховку. Ты одновременно работать и ходить на курсы не можешь, потому что твои курсы, важно заметить, кстати, твои курсы, они, во-первых, идут 8 часов в день, 5 дней в неделю, и они тебе считаются еще как рабочий стаж, ты ходишь по графику, ты дисциплинирован, ты шучишь язык, но это как бы тоже работа, такая немаленькая, 8 часов там учить этот язык, ну может как бы голова поехать ему. И по этим, кстати, всем причинам, вот этим можно даже объяснить феномен того, что самые ярые патриоты Украины, патриоты, это будет, конечно, очень обидно, но те, кто до конца, до 91-го года и так далее, они поэтому за это и есть, потому что как только все закончится, ну вряд ли будут такие уже условия, тогда этот статус временной защиты для украинцев, он появился как раз потому что произошли эти события, если события закончатся, ну как бы, наверное, у многих возникают вопросы, а как дальше? многие, ну не многие, но есть часть людей, которые не планируют там не закрепляться, и они просто как бы просто получают все, что им дают, и они не планируют строиться в это общество, и потом тоже как бы платить налоги, чтобы из которых потом кому-то тоже, как им помогут, и так далее, окончание войны для них тоже может прикрутить край, можно так сказать. А я сейчас подумал, а представляете, вот эти плюшки бы Запад не давал вот этим огромным, ну группам с Украины, переселенцев с Украины, не давали бы ничего. Вы представляете, какое возмущение бы тогда шло со стороны вот этих 7-8 миллионов украинских беженцев к Зеленскому? Они бы требовали тогда прекращения войны как можно быстрее, потому что плюшек не было бы, и было бы все очень-очень тяжело. То есть, по сути, Европа может быть отчасти тоже, ну так вот дает все, чтобы эта вся группа миллионов украинцев спокойно себя чувствовала, на грани, но спокойно, более-менее. И они не возмущаются. А если они перестанут давать, тогда вся эта толпа, я уже называю вещи своими именами, развернется в сторону Киева, ну то есть давление начнется вот оттуда тоже. Ну да, это один из возможных как бы развития событий. Ну часть, конечно, при таком раскладе начнут как бы шередиться и что-то делать, чтобы здесь закрепиться уже своими силами. Но какая-то часть, да, они, наверное, у них в голове там что-то переключится и так далее. Возможно, и так, как вы сказали, да. Ну то есть, я это все к тому говорю, что деньги имеют большое значение. Дают деньги, люди спокойные, живут, и видите, что вы говорите, такие патриоты на расстоянии. Конечно, ты получаешь все эти там привилегии, спокойно живешь, и ты топишь там, давайте, продолжайте, идите до 91-го года. если ты сидишь там, например, в Харькове, сейчас. Ну, особо энтузиазм, мне кажется, не будет у человека вот так вот кричать. В общем, для вас Европа более-менее нормально, неудобства есть, ночью сложно там продукты купить, но в целом вы, получается, довольны, уезжать никуда не хотите, и, ну, только, может быть, из Франции куда-то в другую страну. Ну, вообще, мне бы хотелось бы вернуться в Украину рано или поздно, но я понимаю, что если, ну, наверное, не если останется политика той же самой, которая и есть на данный момент в Украине, то есть, там, по разведению людей, по закручиванию гаек и так далее, ну, ясно, что нет туда дороги, нет. Во-первых, сейчас после мобилизационных законов, скорее всего, рано или поздно на мне будет какое-то правонарушение за уклонение и за не обновление данных, а, возможно, и криминально, я не знаю. Я понимаю, что при этом режиме, при этой, как бы, системе, ну, мне туда, к сожалению, дороги нету, хотя, как бы, в принципе, хотелось бы, но на данный момент не вижу, не вижу шансов, что там что-то изменится, всех все устраивает, помощь этой верхушки идет и есть средства для того, чтобы не идти на компромиссы, не идти на переговоры, когда планы по мобилизации не выполняются, но у кого-то все равно, к сожалению, выхватывают и отправляют. Пока, как бы воюем дальше, как бы терпим. Да, к сожалению. Ну, а скажите, вам чем прилетает со стороны ваших, например, знакомых, которые сейчас в Украине живут? Ну, типа, а, предатель? Мне не прилетает, потому что я, как бы просто прекратил общение там с начала войны со многими, потому что, ну, люди быстро перекрасились, ну, стоит заметить, да, у меня в начале войны тоже, вот, когда все только началось, когда я сидел там в подвале, то есть, единственным источником это был, блин, телеграм, вот этот труха, там, где вот это, просто скопление всего ада, у меня это тоже переклинило, потому что, когда, одно дело, когда ты просто там читаешь, какие-то информационные ресурсы, да, там можешь как-то фильтровать информацию, ну, когда это, ты эмоционально находишься в страхе, не знаешь, что делать, у меня там на пару недель меня тоже переклинило, самое главное, что, когда покинул опасный этот регион, все начало возвращаться на круги своя, там, холодный ум, получилось уже здраво все проанализировать и понять без всяких этих лозунгов, которые просто комом отовсюду перли, и от людей, и от телеграм-каналов, а многие, ну, они как перешли там, 23 февраля еще там говорил какой-то человек на русском, все, 24-го он уже все ненавидит, он перешел на украинский язык, и до сих пор так вот у людей продолжается у многих, я просто там вообще не поддерживаю. Интересно, видите, у всех свои личные истории, еще раз, если подытоживаю, у вас позиция, вы не хотите воевать вот за этот режим, да, вы с ним не согласны? Да, потому что я не понимаю, что именно я должен защищать, у меня нет ничего, чтобы мне защищать, то есть, все есть как бы у тех, кто посылает других на защиту. Я далек от идеалистической мысли, что вот сейчас надо это защитить, чтобы в будущем была возможность построить что-то нормальное. Ну, как построить? Ну, 32 года ничего нормального не построили. Я не говорю, что это конкретно там тот человек, который это говорит, он об этом виноват, но за 32 года не получилось. Почему защищая этот режим, то есть, и своей защитой, тем, что ты за него воюешь, делая его сильнее, ты думаешь, что у тебя больше шансов появится, что он его изменит. То есть, мне кажется, это наоборот цементация, и цементация этого статуса КВО. Фантастически представим, там, победа Украины в 91-й год, но это все. Если этот режим победит, то все методы, которыми он побеждал, которыми он руководствовался в внутренней политике, они будут иметь под собой прочную основу. Ну, смотрите, данная политика, мы выиграли войну. Кто имеет право что-то типа сказать против? Значит, это правильно, значит, это правильно. А если еще второй момент, что тогда опять рейтинг этого человека взлетит до небес, и любые действия, любые нарушения прав человека, нарушения чего угодно, можно будет объяснить именем победы. Они победили, они нам принесли победу, но мне такое не надо. Если кому-то надо, кто-то там летает в облаках, думает, что защищая зло, ты делаешь зло слабее. Ну, это личное дело каждого. А с россиянами с каким-то, вы общаетесь там? Да, давно общаюсь, и различные околополитические чаты, в Телеграме, в том же, как общался, так и общаюсь. Они там не были какими-то ярыми сторонниками чего-то, и якобы ярым сторонником чего-то не было. Реальных, то есть, невыдуманных реальных объективных противоречий между там условным Тарасом, условно, со Львова, и условным там Вася, пускай будет с Белгорода, реальных нет. У них у двоих проблемы на работе, у них у двоих не хватает, может не хватать денег до зарплаты, то есть, они оба могут иметь плохого работодателя, которые там к ним относятся как к тряпке, то есть, ну, вот настоящее, что у людей общее. То, что разъединяет, это то, что разъединяет правящие классы. Эта идея разъединения запропагандировали, ну, словно, всех остальных, для того, чтобы кто-то за эту идею шел воевать. Без разделения невозможно никого на войну послать. Среди обычных людей, я согласен, да, об этом даже многие и так говорят, что в плане вот обычных гражданских россияне-украинцы никто ничего. То есть, это, естественно, политики, элиты наверху, вот сейчас большая семерка, но вы же видите, что происходит. То есть, это серьезный очень конфликт. Ну, а мы вот, я вот пытаюсь общаться все-таки, чтобы люди как-то не уходили вот в эту ненависть и не сходили с ума, потому что все эти чаты, вот вы упомянули там, да, и куча других, там же ненависть одна сплошная, там россияне, это орки, украинцы, это я не знаю кто, и вот там все друг на друга, а диалог там наладить, это, но это всегда сложнее. Проще поругаться, проще назвать чем-то плохим друг друга, чем попытаться услышать, хотя бы понять, да, кто как думает, что каждый имеет право на свое мнение, без оскорблений. Уже до того людей доводят, я в каком-то из разговоров, а, вот недавно я со Снежатной общался, кстати, она на вашем телевидении 30 лет работала. Я просто вспомнил в тему, да не в тему, а просто вот, просто так вспомнил стишок детский, я его выучил лет 30, наверное, назад, да какой 30, я его выучил, когда мне было 7 лет, ну там про Петра Петровича, я даже не помню, что это за книга была, и там типа просил, это как его, полтинник, получил подзатыльник, просил прощения, получил пачку печенья, я его просто рассказал, потому что я вспомнил его, мне женщина какая-то пишет, стих вы рассказали, вы кого имели в виду, Викторию Нуланд с ее печеньями, нам что, перед ней просить прощения, вы намекаете на что-то, то есть я читаю и думаю, все, ну это все, то есть у человека настолько тревожность, что он даже детский стишок какой-то, который я вообще не помню, где я даже прочитал, он видит в этом Викторию Нуланд с ее печеньками, то есть представляете, нас доводят до какого, да, все так и есть, но это то же самое, как она сейчас ищет, там у Булгакова там презрение украинцев каких-то и так далее, это, ну, везде пытаются как бы применить нынешнюю политическую повестку, но тогда не было той же самой политической повестки, как можно это применять, ну, как бы так работает телевизор там и средства массовой информации. Я называю это, конечно, прям интересный эксперимент с сознанием, одеваешь там желтые штаны, на тебя смотрят и говорят, не дай бог смотри, чтоб ты не одел синюю кофту, это просто желтые штаны, у меня желтое кресло, там, что-то у тебя подозрительный цвет у кресла. Какой-то парень мне рассказывал, у него здесь было, ну, вот это, кстати, французский, что-то такое, флаг, и он где-то там в Харькове, что-то там это, они говорят, так стой, стой, у тебя что там, российский флаг, они даже не знают, как цвета у французского флага и у российского, там, ты что там, коллаборант какой-то, то есть люди сходят с ума, реально сходят с ума, в отношении запада, то же самое, то есть, для меня айфон, это просто айфон, это технология, не более того, он никак не связан с Байденом, он никак не связан с Викторией Нуланд, люди, ааа, там, американские бренды у тебя, там, да, там какие-то, там, английский язык, это просто английский язык, это мой второй язык, но кто-то опять все равно может в этом увидеть какую-то, какую-то любовь, там, к западу, ну, сложно, сложно многим людям, сложно. Да, сложно, особенно у этих людей многое может в голове порваться, если сказать, что, ну, да, айфон, как бы, компания, она в Америке, но собирают его кто? Китайцы. Петр Первый, это яркий пример, как он совершенно, он не собирался принимать какую-то идеологию запада, да, но он ресурсы, технологии, умы, да он их там все скупал, все эти архитекторы, по Питеру люди ходят, и такие, о, Питер, классно, ну, ты задай вопрос, а кто проектант был вот этих вот всех, с какого примера они сделали все эти каналы, это же Амстердам, а какие были архитекторы всех этих красивых домов, это же в основном итальянцы, кто там, кого он там это приглашал, то есть Петр забирал все эти ресурсы, он приглашал иностранцев, но он не собирался проникаться там какой-то идеологии, он за Россию топил так, что маму не горюй, но иностранцев он постоянно приглашал, он все прекрасно понимал, так что мне, моя учительница, вот английский язык, кто-то там говорит, да, ты топишь за английский язык, любовь к английскому языку, мне привила моя советская учительница, когда мне было, не помню сколько лет, 8 лет, она никогда в жизни за границей не была, но она хорошо говорила на английском, пожилая учительница, я помню, как она меня учила, я тогда жил в Польше, 5 лет на военном городке, у меня отец был прапорщиком, она меня научила английском языку, азам, советский человек, она прекрасно понимала, она говорит, пригодится в жизни, учи давай, ну как бы она с любовью, и я проникся, уклонист, не уклонист, неважно, переехали и переехали, живете и живете, вот, дай бог, что все закончится, и сможете вернуться, а может не захочется возвращаться, кто знает, скорее всего не захочется, потому что закончится, то она может закончиться, но что-то поменяется внутри, это у меня меньше на это надежды, ну а что там в отношении, раз мы тут уже под конец мужчины, да, там, что там с женщинами французскими, ну у меня есть, понятно, но тут тема была недавно, что западные женщины, не смотрят на российских, украинских, белорусских мужчин, типа нет, мы не прокатываем для них, ну не знаю, может они смотрят, но когда они слышат, что ты, наверное, не француз, наверное, потом уже не смотрят, но я не могу сказать, точно потому что у меня опыта там, в поисках чего-то не было, но француженки, ну разное они там есть, да, все, слушайте, ну там кто-то говорит, а эти красивые, эти некрасивые итальянки, мне кажется, в любом обществе есть красивые, есть некрасивые, это не в этом дело, мое личное мнение, почему они не очень как-то к нам, не из-за того, что ведь речь может идти и про богатого человека, например, там Москва, Екатеринбург, Казань, как угодно, у него есть деньги, и причем гораздо больше, чем у среднего, например, голландца, я думаю, здесь дело в культурном моменте, то есть, во-первых, мало людей от нас, таких вот более-менее зрелых, свободно говорят на иностранном языке, чтобы было быстрое общение, таких не так много, он может зарабатывать, у него сеть, например, магазинов разливного пива в Челябинске, то есть у него деньги-то есть, но в плане культуры ей будет с ним тяжело, вот здесь будет пробуксовка это, тем более, если он скажет, Гретта, переезжай ко мне в Челябинск, у меня есть деньги, на куда она поедет, на куда? Да, да, согласен, просто, даже если на одном языке могут не понять друг друга в том же образе жизни, что привычки, все, оно как бы с детства разное заложилось, условно, даже те же выяснения отношений, что, к примеру, у нас там часто молчат, что-то не говорят, себе держат, ну, а тут привыкли сразу в лицо говорить, а наши люди могут это как оскорбление воспринять, хотя здесь это не считается. И плюс европейки, у них же, ну, мое личное пространство, я такая же, как и ты, равноправие, не надо ко мне в этот момент, не надо, не надо, не надо, это мое, это твое, и они в этом выросли, как вы говорите, если ты вырос в этой среде, она твоя, тебе комфортно, ты привык, там идет какой-то парень с парнем по улице, она привыкла, что она с уважением, никто ничего, там девушка с девушкой на другой стороне, тоже с уважением, все нормально, а наш челябинский парень, владелец сети магазинов разливного местного пива, если он увидит, пусть даже он приедет к ней в гости, в Амстердам, двух парней, которые идут, и причем у кого-то из них там, не дай бог, что-то связано с российской символикой, переехали, он их догонит там, и объяснит им все, что он думает, она естественно не поймет, и будет скандал, то есть, то есть вот в этом они тоже не сойдутся, и многие европейки, они не поймут челябинского парня, хотя он может даже окончить челябинский государственный университет, на секундочку, а там у него серьезные преподаватели, какая-нибудь Нина Михайловна рассказывала ему про металлургию челябинскую, да, у него есть образование, но Грета, она не поймет его, и Нину Михайловну тоже, то есть вот здесь, вот здесь вот эти моменты очень, очень сложны, а челябинская девушка, да, какая-нибудь Ольга, она за вот этого Йогана, она почему-то быстро подстраивается под него, вот, вот это вот уникальный феномен, то есть наши девушки, они как-то быстро растворяются в мире вот этого амстердамского парня какого-нибудь, как так получается, а челябинский парень нет, он хочет, чтобы она в его мире растворилась, а она не хочет, ну такая тема. Да, да, все правильно, в принципе, ничего, ничего поспорить. Это я просто вот начинаю так размышлять, ну, в любом случае, спасибо за общение, я думаю, что мы подаем хороший пример, ситуация в Европе разная у украинцев, информацию, которую вы мне дали, про вот эту тему, что многие, на самом деле, в Украине жили плохо, а сейчас они более-менее выживают, но, но в принципе, как сказать, можно так жить, она интересна мне, потому что я всегда с собой, ты волей-неволей сравниваешь с собой, и я думаю, что там делать в Европе, ну если я вот здесь живу, там работаю, а тут я начинаю понимать, что огромное количество людей, просто огромное, как вы говорите, там, 300-400 долларов, ну и вот они убежали туда, и они, они по-другому мыслят, по-другому, конечно, не от хорошей жизни они туда убежали, это они бы сейчас так сказали, что ты тут за нас рассуждаешь, у нас была наша хрущевка, там, сейчас ее нету, это тоже можно понять, тяжелые ситуации, они есть. Спасибо, всем там привет, во Франции, как говорится, будем, будем на связи. Да, будем на связи, спасибо за возможность поделиться позицией, и наладить, как бы, контакт между теми, у кого нет противоречий. А даже если они есть, это хорошо, что мы делимся разными позициями, у вас-то вот такая позиция, сейчас тот посмотрит с Харькова, и скажет, ааа, убежал с Харькова, а я тут сижу, вот гад, не надо, нет, ну у вас вот так, у меня вот так, у какого-нибудь парня, другого, вот так, у вас нормальная работа, вы просто недовольны, что не можете ночью купить там батон с колбасой, да, по привычке, ну, ну и что, может у вас все остальное нормально, ну, а кто-то, конечно, убегает из Европы, мне тоже пишут и говорят, я не могу здесь жить, меня все бесит, и такое есть. Пусть будет меньше ненависти, больше общения, больше понимания, и надеюсь, в итоге, в итоге, мы увидим, что все это закончится, и все будет нормально. Да, всем мира. Так, Спасибо.